Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. В этом видео хочу вам рассказать, как сделать тыквенное пюре. Я очень часто готовлю пюре из тыквы для выпечки, пирогов, кексов, десертов. Но также его можно использовать в качестве начинки, добавлять в каши, запеканки или использовать как самостоятельный гарнир. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. У меня сегодня небольшая мускатная тыква весом в 1 кг. Разрезаем ее напополам и убираем все семечки. Я очень люблю мускатные тыквы, они отличаются особым ароматом, но также у них есть и другая особенность. При термической обработке кожура становится такой мягкой, что ее уже невозможно отделить от мякоти. Поэтому тыква используется практически вся полностью. Получается очень удобно, не нужно возиться отдельно с кожурой. При желании тыквенные семечки можно промыть и обсушить, либо в духовке, либо на сковороде. Они очень-очень полезны. Каждую половинку тыквы разрезаем еще раз напополам и выкладываем в жаропрочную емкость. Духовку включаем разогреваться на 200 градусов, добавляем 100-150 мл горячей воды и плотно накрываем сверху фольгой. Отправляем запекаться тыкву в духовку, разогретую до 200 градусов на 1 час. Но, конечно, все зависит от особенностей вашей духовки и от сорта вашей тыквы. Готовность проверяем с помощью ножа или вилки. Если кожура протыкается легко, значит тыква полностью готова. Перекладываем ее в тарелку, даем немного остыть и затем отделяем от кожуры. Либо, как я, я обрезаю самые поврежденные места, нарезаю тыкву на небольшие кусочки прямо с кожурой и перебиваю блендером. Можно растолочь обычной толкушкой. Также приготовить тыквенное пюре можно другими способами. Например, в микроволновой печи, нарезав тыкву небольшими кусочками, поместив в емкость, которая подходит для микроволновой печи, накрыв пищевой пленкой. Мощность сделать максимальной и примерно 10-12 минут короткими импульсами, по 3-4 минуты. Либо отварить тыкву в воде или молоке. После закипания варим примерно 5-7 минут. Но я больше предпочитаю способ приготовления тыквенного пюре именно в духовке. Так оно получается особенно вкусным. Напишите мне в ваших комментариях, какой способ предпочитаете вы. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.